Виталий, я Анастасия Федорович, сегодня это Камиказа Ди, российский блогер Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия, спасибо, что пригласили. Стало известно, что израильские власти ответят на массированный ракетный удар, нанесенный Ираном. Об этом также предупреждали разные разведки, есть уже много фото, видео, доказательств, где не только они били, как писали по каким-то военным объектам, мы видели, что ракеты падали там, где ходят люди, торговые центры, в общем, все в стиле террористов. Но здесь еще один интересный момент, буквально накануне 30 сентября премьер-министр России Мишустин прибыл в Иран с целью укрепления экономического сотрудничества. Роль России, как думали, какая в этом, потому что еще накануне всей этой атаки были слухи про то, что якобы должен будет состояться разговор между Путиным и Метаньяк. Правда, потом стало известно, что такого разговора не было, ну и Песков сказал, что пока не планируется. Все же, что нужно России и что может взять Россия от такой вот атаки, ну и, конечно же, от более масштабной войны, если такая может быть. Я вообще считаю, Израилю сейчас надо полностью пересмотреть свое отношение к России, к ее населению, кардинально пересмотреть. Именно в момент, когда Шойгу встречался с представителями Ирана, в Иране мы все это помним прекрасно, где они договорились, что Россия получает какие-то ракеты, а Иран получает систему ПВО, ну и, соответственно, мы видим зафиксированные уже удары ракетами Ирана по городам Украины, и, соответственно, мы можем как-то зафиксировать, наверное, в перспективе то, что русские террористы таки поставили эти С-300, С-400, С-500 в Иран. То есть это очень важно понимать, что силы зла сейчас не таятся, и никаких переговоров у Нетаньяку с Путиным быть не могло, тем более после того, как Шойгу встречался с представителями Ирана. Да, Нетаньяку не весь в белом, это политик многоуровневый, очень хитрый, его огромное количество людей недолюбливает. Я, например, никогда Нетаньяку не прощу эти предвыборные плакаты, где он ручкается с Путиным. Но то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, это новый порядок. Именно так называется операция Израиля по уничтожению террористов. Заметьте, не только по уничтожению тех террористов, которые нападали 7 октября, но и других террористов, и в Красном море. Там же, по-моему, 4 большие террористические группировки. Генералы Ксир валятся с ног от усталости, потому что нет никаких вариантов что-то сказать Израиля. Я уверен, что когда террористы били по районам с населением, с торговыми центрами, они отдавали себе отчет, они понимали, что последствия будут. Они не могли ничего не ответить. То есть Иран тут же сказал, мы не хотим эскалировать, мы не хотим войны. Причем где-то через несколько часов после этих 500 ракет, запущенных по территории Израиля. Ну то есть это попытка держать образ перед своими пацанами. Как у Путина. Вот они бьют по городам Украины усиленно. По-моему, в сентябре не было ни дня, чтобы беспилотники не прилетали бы по городам Украины. То есть это новый антирекорд у России. Они каждый день запускались беспилотники русских террористов по городам Украины. Сейчас террористы против Израиля пытаются что-то делать. А мне кажется, после 7 октября уже не будет допущено... Ну, многие говорят, это ошибка. Ошибка была страной Израиля, там какая-то пересменка, еще чего-то. Это момент, который подловили террористы, зная изнутри всю кухню. То есть там была спам-атака ракетами, спам-атака дронами. И одновременно прорывали границу. Вот 7 октября. Страшный день. И с тех пор, конечно, Израиль сделал выводы и понял, что надо действовать решительнее. И сейчас мы наблюдаем за тем, как они... Я уверен, сегодня вечером будут сокрушительные удары по Ирану нанесены. Ну или когда это будет удобно Израилю. Кстати, хочу отметить эффективность американской разведки. Вот вчера прошла новость, что Иран нанесет в течение 12 часов удар по Израилю, сообщала американская разведка. Я подумал, ну опять нагнетают, опять какие-то заголовки хотят увидеть, красочные побольше кликов на рекламе. Нет, действительно, американская разведка реклама не нужна, имея в виду журналистов, которые это высосали из пальца. Нет, ничего из пальца не было высосано. И, видимо, такие времена уже на Ближнем Востоке, что надо вновь внимательно следить за всеми заявлениями. А то мы привыкли вот на Ближнем Востоке ругань, 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 ругань. Эрдоган того-то палил, этот того-то палил, этот того-то палил. Теперь к этой ругани прямо на регулярной основе добавляются ракеты. Я очень надеюсь, что Израилю удастся в ближайшее время уничтожить всех своих врагов, всех террористов на территории и Палестины, и вообще всего Ближнего Востока. Это очень важно, потому что без этого ни о каком спокойном существовании Израиля речи не идет. По поводу самого Путина стало известно от американского журнала The Atlantic, который сделали такую большую статью. И они сказали, что контроль за личной жизнью диктатора становится все труднее поддерживать, и что, мол, Путин обладает очень большой одержимостью идеи бессмертия, непосредственно влияющей на его подход к окружению. Вот здесь очень важно по поводу его одержимости. Накануне, кстати, Зеленский сказал о том, что по поводу применения ядерного оружия, что Путин слишком боится за свою жизнь, поэтому он не уверен, что Путин готов применить. Но все же, настолько боится, что Путин все же поставит на кон, скажем так, например, свои военные достижения, а их нету, если так взять его планы к сведению. Он вообще не то себе хотел, когда начинал войну против Украины еще в 2014 году, и тем более полномштабное вторжение. Ну и свой страх, скажем так, что у него может, скажем так, перебороть. Да, я бы хотел от предыдущей темы мостик небольшой простроить, про бункеры для террористов. Может быть, даже бункеры мощнее, чем у террористов у Путина. Но, уверяю вас, для F-35 с новейшими авиабомбами это не играет никакой роли. Сколько там десятков метров, может быть, даже пара километров. Все будет русскурочено, естественно, с находящимся внутри бессмертным Владимиром Путиным. По поводу того, что он помешан в сохранении своей жизни, да, Зеленский абсолютно прав. Вопрос лишь в том, что последует за этим. То есть Путин понимает, ему убежище уже нигде не дадут, если он использует ядерное оружие. В этом вопрос. Ему, естественно, наплевать на Россию, на ее военные базы, на своих генералов, на свое население. Ему, знаете, все с высокой колокольни. Это понятно. Важно другое, что когда будут запущены эти ракеты, все поймут, это Путин. То есть не важно, что он там будет врать, у меня отняли пульт управления, еще чего-то. Никто в эту чушь не поверит никогда. И вот возникает вопрос, а куда Путин убежать? И перечень этих стран довольно ограничен. Я думаю, это Путин тоже осознает. Так что когда говорим что-то о бессмертии, сейчас никого бессмертного не может быть, если западные страны решили уничтожать, то они это делают очень медленно. Но вот я еще раз не просто так к Израилю обратился, а потому что Иран непосредственный военный партнер, стратегический союзник России. И когда, ну я просто пытаюсь красиво как-то сказать и сказать Израилю, что помогая Украине в этой войне, вы поможете и себе. Вот и все. Хотя израильская разведка все это прекрасно знает, возможно, можно какие-то данные передавать дополнительные в пользу Украины. Я не знаю, но the time is now в любом случае. И последний был элемент вашего вопроса, Анастасия, можете напомнить? Ну и по поводу того, чего боится Путин. Вот, кстати, здесь я могу даже продолжить этот вопрос, потому что стало известно, что Путин еще на себя расходы там увеличиваются. Известно, что на 25% с половиной больше, чем в 2024 году они закладываются на 2025. Да, и вот здесь интересно, вот это боязнь его. Это на что деньги идут? На охрану? На какие-то, я не знаю, убежища? Еще новый бункер? Про что это? Баловство. Я уверен, уже все необходимое предпринято. Это у него такие безумные излишки денег. Вот у меня излишки денег бывают небольшие, если покупаю, вот видите, не самые дорогие фигурки коллекционные. Ну, хобби-увлечение. У Путина хобби-увлечение сорить деньгами бессмысленно и при этом показывая своим пацанам, что он в порядке, что у него все под контролем. Это болезненная тема как для Путина, так и для Кадырова. Я напомню, что и Путин, и Кадыров через СМИ вбрасывали, что они, дескать, вот-вот умрут сейчас при смерти. Вспомните Кадырова в прошлом году. Это человек, которому никто не давал ни двух-трех месяцев жизни. Сейчас пышащие здоровьем, пышащие здоровьем абсолютно этот лидер ТикТок войск. По поводу Путина то же самое. Да, он сам никогда столь плачевно не выглядел, как Кадыров, ему это не было нужно. Для этого есть огромное количество СМИ продажных, которые вбросят, что у Путина 25-я стадия рака, еще чего-то. Это тема старая, известная, когда какой-нибудь вождь, диктатор говорит народу «я ухожу», а потом что-нибудь происходит, и его умоляют вернуться. Это такая игра в стенку, я не знаю. Иван Грозный это попробовал. Вот Путину понравилось, он решил повторить. На что он рассчитывает, соря деньгами? Естественно, это не позволит ему сохранить жизнь, потому что сколько бы Путин не сорил деньгами на свои убежища, бункеры, у США денег все равно больше. И у Израиля денег все равно больше. Уже потрачено, уже вбухано на военные разработки, на все эти F-35 пятого поколения авиабомбы, которые не снились России. Вот вчера была использована, ну не вчера, в общем на днях не буду точно говорить, авиабомба украинской армии против скопления русских террористов в каком-то здании. Там у них было совещание или еще какой-то обмен опытом, неважно. И это же разные причины, по которым скидываются авиабомбы России на гражданские объекты Украины, и авиабомбы Украины на военные объекты России абсолютно разные. У России заканчиваются дорогие снаряды, заканчиваются эти крылатые баллистические ракеты, в итоге они сбрасывают бомбы, бомбят. А Украина и страны Запада, прочие, исходят из эффективности. То есть есть контрмера. И вот очевидно, если стоит здание, и мы знаем, что в этом здании, благодаря нашим разведданным, находится вот такое-то количество, несколько десятков русских солдат, а еще офицеры, что тут думать? Вот авиабомба управляемая, пожалуйста. И из тех же соображений... То есть я к тому, что у дикарей хоть и есть какие-то деньги, они не понимают, как правильно использовать. То есть мы видим, что выжимают из Брэдли украинские войска, из Хаймерсов, что выжимают украинские войска. То есть они такие цели поражают, которые не предположены для них, для Брэдли. Брэдли украинский выносит российский танк. Это немыслимо. Это просто указывает на неэффективность русской армии, на то, что там не понимают, что бьет. Камень, ножницы, бумага в детстве не играли. В стратегии не играли, военное дело не изучали. То есть деньги-то есть, но это как золотой пистолет или золотые пулеметы у ребенка Кадырова Адама. То же самое, понты. Все, что делает Путин, это понты. Либо понты, направленные на внушение миру, что от Украины отвернулись, либо понты, направленные на то, что Россия мощна как никогда, заряжена, у нее есть запасы, партнеры, серьезное лицо. Это просто театр теней. Это уже даже не кукольный театр, не цирк Путина. Театр теней, потому что от них остались тени. Вот и все. По поводу бомб, которые сбрасывает Россия, кстати, да, вот вы такую очень важную тему затронули. Я сейчас покажу видео. Это Волчанск, и это впервые применение, как пишут сегодня аналитики, самым мощным, неядерным боеприпасом, ОТАП-9000. Взрыв очень похож на какой-то ядерный взрыв, хотя мы понимаем, что пока это не ядерное оружие. Но здесь хотелось бы спросить, а вот когда эти бомбы появятся в Курской области? Ведь сейчас там также очень проблемно для Путина. Они же там до 1 октября собирались выгнать этих бандитов. Сейчас они занимаются Донецкой областью, Луганской, потому что до сих пор у Путина планы не выполнены. Все же для россиян также это бомба создана, как думаете? Да, вот когда я вас спросил последний элемент вопроса, повторить я имел в виду этот момент с освобождением Курской области. Да, 1 октября, давайте на этом прямо мощно задержимся. Но когда Путин врал про 1 октября, было понятно, что он что-то эдакое сделает. И я удивлен реально. Не тому, разумеется, что ВСУ до сих пор в Курской области укрепляются, дают бой, уничтожают колонны. То есть не просто трясутся, находятся там, боятся чего-то в ожидании этих русских террористов. Нет, ВСУ там укрепились и уже себя как дома чувствуют. Эти ролики с дронами ВСУ, которые взрывают русских солдат, ничем не отличаются, что с территории Курской области, что с территории, не знаю, донецкого направления. Абсолютно идентично. Уже надо обязательно смотреть описание что-то, как происходит. Я думал, что Путин начнет ковровые бомбардировки Курской области. Я об этом говорил, по-моему, несколько раз. Да и я так смотрел аналитику. Многие тоже так думали, что для Путина удобнее будет просто стереть с лица земли, как он всегда это делал. То, что невозможно захватить, потому что ему Курскую область не удается захватить обратное. Но Путин этого не сделал. Я не знаю, что... Настолько не хватает уже снарядов, что даже свою Курскую область не в состоянии разбомбить Владимир Путин. Все на Белгород попадало уже с ход боеприпасов. Это означает лишь то, что Путин лишается еще больше доверия со стороны Минобороны. То есть, понятно, к нему и так отношение не как к великому профессионалу, потому что отдавать подобные приказы, имею в виду полномасштабное вторжение, это надо отдавать себе отчет, что будет дальше. Дальше был полный швах. То есть, никаких перспектив, никаких вариантов у России продвинуться не было. Киев за три дня и прочее оказалось чушью. А сейчас Путин просто перекладывает ответственность, я уверен. Когда была эпидемия коронавируса, да, он называется коронавирус, чуть не сказал ротовирус, Путин сказал регионам, делайте, что хотите, давайте, у вас есть деньги, у вас есть бюджет. И многие удивились, что это такое, ты же президент, ты должен быть в курсе и контролировать. Нет, это не Путин, он не президент. Он человек, который хочет вкусно, сладко жить и понтоваться перед камерами, важничая, важничая, поднимая свои пальчики на маникюренное. Ему неинтересно быть президентом, ему неинтересно там получать эти морщины в огромном количестве. Посмотрите, как высасывается жизнь просто из лидеров Запада, как выглядит сейчас. То есть, они все стареют очень быстро, это напряженная работа. Путин только молодеет. У Путина нет никаких проблем. Душой он молод, но здесь, конечно, не последнюю роль играет на аэролептике, это понятно. Но у Путина нет задачи президентствовать. У него исключительно задача врать, говорить. Вот, вот, смотрите, вон там, мы сейчас к 1 октября освободим, а если быть точным, то не я освобожу, а Минобороны. Потому что я дал соответствующее распоряжение. Соответствующее распоряжение было дано. И где освобождение-то от бандитов, от террористов, как вы там называли ВСУ в Курской области, господа из Минобороны? Где освобождение? Нет, они все там же. Украинские солдаты находятся. И это важно, я еще раз хочу подчеркнуть, то контрнаступление, которое осуществляют русские террористы в Украине, несопоставимо с тем контрнаступлением, которое осуществляет ВСУ. То есть не надо говорить, ВСУ прошли туда, а русские прошли туда, типа разменялись. Это даже не шутка, это дегенеративное заявление. То есть это все равно, что говорить, в России и в Германии есть выборы. Ну да, наверное, выбор это слово из шести букв. Но когда мы начинаем рассматривать, что это за выборы в Германии, что это за выборы в России, мы понимаем, что там общего только названия. Все. То есть и то же самое с Путиным, с армией России, с контрнаступлениями, с перспективами Путина. Путин, я уверен, сейчас с придыханием следит за тем, что будет Израиль делать с Ираном. С придыханием, потому что, когда избавиться от Ирана, уже встанет вопрос, ну надо, наверное, заканчивать. И хотя от Ирана избавиться, это же безумно сложно. Успехов Израиля, успехов Украине. Кстати, также вспомнили на начале разговора страшную дату для Израиля. Это 7 октября, но это вообще страшная дата для мира, потому что родился Путин в этот день. К сожалению, этот человек появился, и он делает то, что делает. Он просто убивает людей, убивает разные национальности. Нет его такой вот хобби, болезни, может, я не знаю. Оправдания этому, конечно, же нет. Он должен ответить. Но все же, если брать ко вниманию эту дату, у него очень много, мы знаем, раньше было таких сакральных дат, он там и Советский Союз чтил, и разные такие очень странные даты якобы праздновал, как говорят разные эксперты. Но все же, до этого времени, что для Путина было бы победой? Какие сегодня новые, скажем так, какие-то сроки мог бы он ставить, может, своей армией? Не знаю. У Глидару сегодня радуются. Да, россияне, которые еще не знали вчера название этого зеленого пункта Украины, они радуются тому, что где-то там в России уже есть фото, видео, снимки, где вывешивают российские флаги, да, про то, что Курская область, как мы говорили, ну, как-то никак не освобождается. Что может быть дальше? Какие сроки? Могут быть какие-то вообще? Я не думаю, что вопрос со сроками стоит перед Путиным. Он всегда мнит, что переиграет время, переждет, пересидит и открыто уже страны Запада, по-моему, чуть ли не на уровне генсека НАТО, говоря, что Путину не удастся пересидеть нас. Мы видим его стратегию, мы видим, что он хочет ждать, типа идти на измор, ему не удастся нас пересидеть. Все знают про ресурсы России, все знают про потенциал России, имеется в виду экономический, технический, все видят это. То есть расчехление советского вооружения в огромном количестве в недавнем времени – это просто подтверждение. У России заканчиваются ресурсы. Россия израсходовала 50% бронетехники, которые были у России. Немногое-многое другое. А у Путина, ну, опять же, нежелание признавать то, что он на этом этапе проигрывает и дальше будет проигрывать. У него хобби, я бы даже сказал, не убивать людей, а измываться, издеваться над ними, делать для них условия жизни невыносимыми. И очень прошу вспомнить, как Путин говорил, ну, мы выставим женщин, детей, посмотрим, как украинские солдаты будут по ним стрелять. То есть он прямо… Мне кажется, что у Путина, если говорить о его хобби, хобби – это ставить опыты над людьми, ставить эксперименты над людьми. Вот насколько население может превратиться в скотину гребаную. Вот у Путина был этот ярчайший вопрос, когда он пришел на должность президента России и за 24 года он ответил на этот вопрос для себя просто досконально, я уверен, там может написать работу. Ну, потому что, действительно, Путин сделал то, чего Геббельсу не удавалось сделать, чего не удавалось делать ни одному представителю пропаганды после Третьего Рейха. Путин превратил целую страну, десятки миллионов россиян, в полноценных пособников терроризма. И для этого даже не понадобилось… Ну, кстати, да, последние годы уже детей прямо с автоматами Калашникова в обнимку воспитывают в школах, прямо как в палестинских школах, где регулярно мы видим материалы от армии Израиля, как там находят среди обучающих материалов автомат Калашникова, либо разборные, либо настоящие, ну, то есть имеются деревянные, то есть портреты, понятно, врагов и прочее. Вот портреты врагов пока еще не вешают, только вождя. У Путина нет никаких перспектив, это дохлый номер, законченный номер для всего мира, то есть антипример закончился. По поводу, когда это, какие условия, какие пределы у Путина, я думаю, здесь надо вспомнить, как пару месяцев назад Песков заявлял о том, что мы даже не обсуждаем границы 91-го и 14-го года, мы обсуждаем границы 22-го года. То есть Путин для чего вписал столько галиматии в грязную бумажку, которая называется Конституция России? Для того, чтобы был предмет торга. То есть, смотрите, у нас есть и Крым, кажется, Путина, и еще какие-то там образования из трех букв, которые вписаны в Конституцию. Давайте-ка мы оставим себе Крым, а вы забирайте свое. Все он там в три слоя мины. То есть, вот позиция Путина. Здесь не надо быть каким-то великим экспертом, чтобы понять, что он будет торговаться, говорить, оставьте мне Крым, оставьте, я его не минировал, он будет стучать ножками, топать, капризничать. То есть, можно было бы догадаться об этом, когда пошли сообщения, что на оккупированных территориях Украины в три слоя мины кладутся, там просто делается непригодным жилье, абсолютно, для жизни это место. Но я не догадался, теперь вырисовывается абсолютно четко. Путин будет торговаться. И именно вот это табу на обсуждение границ 91-го года и в очередной раз высмеивание Зеленского как главного лица, которое представляет позицию Украины, это доказывает, они отказываются от 91-го года границ. И, соответственно, просто выпадают из переговорного процесса. Или считают, что у них еще слишком хорошая, выгодная позиция для того, чтобы крутить носом от вполне себе выгодного предложения Зеленского, ну и, соответственно, стран Запада. Я думаю, там коллегиально как-то все вырабатывалось. Тем временем россияне рассуждают в Кремле, думают, что же будет с новым представителем НАТО, новым генсеком Марком Рютте. Вышел Песков и говорит, что Рютте очень хорошо известен в Москве. Мол, они с Путиным не один час провели за столом переговоров. Так вот прокомментировали назначение Рютты на должность генерального секретаря НАТО. Как думаете, вот эти все вот такие выпады, реверансы в сторону Рютты, на что надеется сегодня Путин, Россия? И кому вообще важны эти комментарии? Пусть, да, по меркам России официальных лиц Кремля, ну, мы, конечно, хорошо знаем, что все, что звучит от рта Пескова, Пескова, ну, это не совсем сегодня воспринимает в мире. Но все же, зачем комментировать сегодня России вот такие назначения? Вот это про что? Это, конечно, для внутреннего потребления. Мы не должны были этого видеть. Это должны были десятки миллионов россиян исключительно. Но сложно, потому что все смотрят, а что там бредит Песков. Всем это интересно, будем объективны. Я всегда говорю, что нехрен за этим следить, и все это понимают. Никакого смысла это никакой погоды не сделает. Но это тупо интересно, как они, как уш на сковородке вертятся. И, конечно же, здесь причина ровно та же самая, по которой из России звучит вот это вот в адрес Рюкта, что, дескать, нам знаком. Это как Путин встречается с очередным африканским диктатором. Вот то же самое. Что-то где-то вот я потусовался. Знаете, есть знаковые события, ковровая дорожка в Голливуде, на Каннском кинофестивале. А есть какие-то между собой актерские, региональные. Я ничего против не имею, малоизвестных актеров, естественно. Я просто сравниваю. Вот они там, что называется, тоже стараются, прилагают усилия, чтобы в их тусовке прошла замечательная вечеринка. Почему бы им этого не хотеть? А Путин ведет себя как вот выкинутый из мирового сообщества аутсайдер, которого постоянно шпыняли. Уже увидев после мюнхенской речи в 2005 году, что из себя представляет Путин, с этого момента пошло по наклонной отношению к Владимиру Путину. Интересны были лишь дешевые ресурсы. Потому что это да, это то, что Путин может предложить. Что сейчас может Путин предложить тому же Рютте? Только добровольную сдачу себя в руки Международного уголовного суда. Это будет интересно господину Рютте. А я уверен, что абсолютно непринципиально и в вопросах с НАТО. Преемственность там в любом случае. Вот то, что делал прошлый генсек, будет делать и нынешний. Из США то же самое уже устал повторять. Но в любом случае, даже если победит Дональд Трамп, что, конечно же, совсем маловероятно, глядя на эти пункты, которые он теряет стремительно каждые пару недель. 7-8 что ли. В общем, незавидная позиция у Трампа сейчас. Даже он бы продолжал политику США в отношении России. Даже он. Да, может быть, где-то больше было бы дипломатического этикета. Не было бы прям откровенный нападок на Россию. Но я под нападками на Россию имею в виду, конечно же, словесные нападки. Там хотелось бы что-нибудь посерьезнее. Но у Путина, у России нет никаких вариантов. Они изображают. Я говорил про мимикрию, про то, что они пытаются подражать, изображать, солидный вид сохранять. И вот здесь с Марком Рюта, с новым генсеком НАТО решили тоже попробовать. Зрители у зомбоящика или читатели Рунета, которые верят тому, что пишут там всякие кремлевские издания, они обрадуются. Дескать, у России все под контролем. Россия в курсе всего. Нет. Россия не в курсе всего. У России обновления отсутствуют на софт элементарный. Все сотрудники Эбби, этого словаря, уволены с российским гражданством. Представляете, компания была создана в России и уволили из нее всех российских сотрудников. Россия стоит даже не в позе вот этого знака зодиака. Россия стоит, лежит, во-первых, и на нее подходит, и по очереди все просто вот, извините, справляют нужду. Потому что уже кто во что гораст, кто как может высмеять, унизить Россию. Обратите внимание, у кого-то больше ресурсов, кто-то там может такое себе позволить, как Чехия или Польша. У кого-то меньше ресурсов, кто-то ограничивается просто руганью, но каждый уже делает тычок. Там Узбекистан закрывает... Только вдумайтесь, господи, Узбекистан перестает работать с банками России. Ну, то есть и здесь говорить, что мы типа в курсе всего, у нас все под контролем, мы всех-всех знаем. Вы давно аутсайдеры, россияне. И вы это знаете лучше меня, потому что вы каждый день видите эти проблемы. Я о них читаю, просто в СМИ им переношу на ту жизнь, которую я имел в Москве, когда жил. А вы сейчас в гораздо более плохих условиях находитесь и пытаетесь держаться за соломинку. Вы знаете, мне нравится вот то, что в Кремле сказали, что мы, если так посмотреть дистанционно, что мы поддерживаем что-то... Нет, про Рютта, что имеет много опыта Путина в общении. Хорошо. Вот чем больше они будут создавать иллюзию, что они что-то там контролируют, тем шоковее будут последствия. Потому что оправиться от шока понадобится время. А сейчас у россиян явно никакого шока нет. Вот мы смотрим на эти опросы бесконечные. Ну да, ну Курская область, ну да, ну шока нет. Не видно каких-то стенаний, не видно запала. Вот когда люди рассказывают, допустим, украинские репортажи какие-нибудь смотришь, и там прям видно, как захлеб, человек буквально рассказывает-рассказывает. А в России эти опросы, что ты там сказал, ждет вопроса репортера другого, еще чего-то. Короче, вот знаете, такое флегма, флегматичное отношение, штиль. И вот чем дольше этот штиль сохраняется, тем больше их будет потом трясти, калашматить, когда что-нибудь там украинское будет прилетать еще и еще. Да, мы там верим. Верим, что будет больше. Украина также не стоит на месте. Благодарю вас, Дмитрий, за важный разговор и за время, которое вы нашли. Спасибо. Друзья, Камиказа Ди, вы с нами. Это российские блогеры. С вас понравилось. Также комментарии ждем под этим видео. Вы обязательно подписывайтесь. Ну и так же заходите на канал Камиказа Ди. Там много всего интересного для себя также найдете. Дякую каждому. Бережите себя. Субтитры сделал DimaTorzok